евдокия московская жизнеописание святой ефросинии великой княгини жены и вдовы дмитрия донского константин ковалев случевский часть 3 кремлевский обиход где можно было бы лучше скрыться от реалий и опасности бытия чем не за стенами московского кремля к этому времени это было уже весьма защищенная крепостью очень красивый город наполненный светской православной архитектурой спланированный тщательностью и разумом обжитый и удобный для повседневной жизни что видела вокруг себя великая княгиня евдокия находясь среди такой красоты по современным учебником истории богато иллюстрированным репродукциями картин или рисунков известных художников работавших и работающих в историческом жанре можно представить себе хотя бы общий вид москвы второй половины 14 столетия но художники многое домысливали не стеснялись применять свое воображение порой не основанное на документах или археологических находках впрочем воображение иногда приносит позитивные плоды а мелкие огрехи или даже ошибки исправляются только одним способом временем то есть тем что приносит новые открытия в науке позволяющие с большей степенью приблизиться к правде попробуем следовать документальным источником и описать москву в которой прожила евдокия большую и насыщенную жизнь первонаперво избавимся от стереотипов москва и кремль были совсем другими нежели сегодня не было еще знаменитых 40 40 московских церковных куполов город мог бы показаться гораздо беднее проще неудобнее но тогда это было совсем не так умело управляясь с деревом и камнем искусные строители добивались уникальных результатов жаль только что лишь единичные примеры их труда дошли до наших дней дерево просто не дожило погибло в огне или от ветхости а каменные постройки переделывались столько раз что стали бы просто неузнаваемыми для тогдашних жителей если бы они смогли на это посмотреть через века что ж начнем с жилого дома правящей великокняжеской семьи дмитрия ивановича евдокии дмитриевны по документам известно что их могло быть два и оба внутри кремля упоминается большой терем на холме где-то в районе нынешнего теремного дворца а также имеется косвенное свидетельство о существовании еще одного терема двора княгини у фроловских ныне спаских ворот какой из них более старый историк архитектуры мажаев считает что ансамбль построек кремлевского дворца начал складываться между нынешними боровицкими воротами и соборной площадью вероятно с конца 13 века согласно данным археологии ранее княжеский двор находился о фроловских ворот то есть более ранним можно считать то терем великого князя который располагался у нынешней спасской башни а следовательно у будущего вознесенского монастыря который будет спустя годы основан княгиней евдокии два двора два терема более старые новые исследователь масленникова считает что когда появился первый каменный памятник отметивший женскую половину государева двора церковь рождества богородицы построенная 1393 году княгиней евдокии донской на месте древней деревянной церкви во имя воскрешения лазаря и освещенная в 1394 году то сама эта церковь уже располагалась рядом с теремом великой княгини и вероятно служила для нее домовым храмом и далее от постройки конца 14 века до наших дней сохранилась лишь нижняя часть храма верхняя неоднократно перестраивалась корпус из девяти каменных палат северной части древнего дворца западным торцом примыкает к церкви рождества в кремле в 14 веке когда там проживала княгиня евдокия и до основания ею собственного вознесенского монастыря было уже устроено несколько обителей они были основаны великими князьями или их родственниками а одна митрополитом алексеем приведем их перечень спаса преображенский монастырь набору созданный 1330 году центром которого стала древняя московская церковь спаса набору собор спаса преображения что набору известно еще деревянным с конца 13 века в храме монастыря хоронили тогда московских князей и княгинь до построения архангельского собора церкви рождества богородицы и вознесенской обители монастырь стал просто храмом при московском княжеском дворе после создания новоспасского монастыря в конце 15 века чуть поодаль от москвы чудо в монастырь основанный митрополитом алексеем 1365 году он находился у нынешних спасских ворот то есть рядом со старым княжеским теремом его центром стала церковь чудо архангела михаила здесь и похоронили самого митрополита алексея по преданию на месте чудового монастыря когда-то находился царев двор не путать с великокняжеским то есть предназначенный для ордынского царя и его послов этот двор царица тайдула передала митрополиту алексею в награду за излечение ее от глазной болезни троицы богоявленский монастырь называемый также богоявленский монастырь на троицком подворье это троица сергиевская подворья располагалась у троицких ворот кремля со второй половины 14 века по свидетельству кормовой книги троица сергиева монастыря дмитрий донской определил в кремле преподобному сергию радонежскому место рядом со своими палатами на случай его приезда в москву однако служебных или жилых помещениях обители в то время почти ничего не известно афанасиевско кирилловский монастырь называемый также афанасиевский монастырь что подворье кириллова монастыря располагался у фроловских спаских ворот у другого терема князя троице богоявленская и афанасиевско кирилловской обители могли на самом деле быть в то время просто храмами подворьями иногда в обиходе именовавшимися монастырями и только позднее стали таковыми в этот список мы не вносим вознесенский монастырь основанный княгиней евдокии ибо в тот период времени о котором мы здесь пока повествуем его еще не было кроме монастырских построек московском кремле тогда существовали уже и другие храмы например церковь ведения богородицы на подворье симоново монастыря у никольских ворот или церковь богоявления на троицком дворе москва гордилась своими каменными постройками включая крепостные стены только новгород и псков могли похвастаться большим их количеством но ведь в реальности им намного меньше доставалось от ордынских нашествий каменные строения были редкостью но семья дмитрия донского многое сделала для того чтобы украсить ими кремль о некотором количестве церквей в москве рассказывает летописное известие о пожаре случившееся позднее в кремле 1476 году когда горели 10 каменных храмов а 12 деревянных полностью сгорели представим себе московский кремль времени почти сразу после свадьбы князя дмитрия ивановича евдокии дмитриевны с высоты птичьего полета чтобы мы тогда увидели во-первых кремль обнесенной стеной с башнями с многочисленными постройками а вокруг него подол заруб посад или замоскворечье начнем с кремля большую часть его занимала территория великокняжеского двора того что был не рядом с фрадовскими воротами а вблизи храма спаса преображения набору рядом со двором князя комплекс хозяйственных построек для обеспечения жизни правящей семьи нужны были кроме самого терема дворца житный двор скотный двор и конюшни амбары для хранения запасов колодцы и резервуары для воды а также сад и огород хранение продуктов и воды было крайне важно период многочисленных военных конфликтов сам терем князя конечно же был деревянным впрочем как и большинство или даже все постройки тогдашней столицы как выглядел терем князя и княгини на этот вопрос историки ответить не смогут а художники с помощью воображения неоднократно пытались сотворить что-то подобное исторической правде деревянные постройки больше ста двухсот лет не живут на самом деле в результате постоянных пожаров вообще существует очень недолго а ведь терем князя был деревянным есть изображение относящиеся к эпохи дмитрия донского но сделанные в 16 или 17 веке например в лицевом летописном своде или в сказании о мамаевом побоище мы даже видим терем князя стены кремля другие дома города но тогда уже не существовали подлинники этих строений все это плод воображения художников основанный на их жизненном опыте то есть на постройках их времени хотя можно сказать что за два столетия деревянная архитектура не изменилась до неузнаваемости и возможно была почти идентичной интерес представляет миниатюры с изображением великой княгини евдокии сидящий у окна княжеского терема варианты лицевого летописного свода похожи один на другой а вот вариант копия сказания о мамаевом побоище хранящийся в лондоне в британской библиотеке очень любопытен так как здесь мы видим необычное изображение дворца вместе с евдокией дмитриевной и текстом великая княгиня авдотья со снохой своей поет сидяше в теремце златоверхом под стеклянным окном вслед глядяше великому князю эпизод провода у дмитрия ивановича на битву как говорят источники княгиня жила в златоверхом тереме то есть верхняя его часть или крыша были украшены по золотой видимо наподобие храмовых куполов а значит ярко блестели на солнце и были видны издалека окна его были стеклянными буквально может быть и так ведь стекло уже давно изготавливалась на самой руси хотя в первую очередь здесь имеется в виду что они были прозрачными терем назывался иногда набережным а это дает возможность определить что он был обращен фасадом в сторону берега москвы реки в таком случае из окон дворца можно было лицезреть за москворечье и путь в сторону орды куда и направлялся по выше приведенной цитате князь дмитрий есть вариантах сказания о мамаевом побоище иные детали связанные с княжеским теремом например что княгиня евдокия сидела на урундуце под стекольчатые окны это еще одно указание настроение терема рундук это крыльцо если евдокия сидела под стекольчатые окна то значит терем был как минимум двухэтажным а скорее всего имел не менее трех этажей так как крыльцо рундук бывало очень большим с колоннами поддерживающими балкон второго или третьего этажа это крыльцо выполняла функции парадного входа во дворец частью княжеского терема были сени это не отапливаемое входное помещение слово сени закрепилась названиях некоторых кремлевских построек храм рождества богородицы что вверху на царицыных сенях церковь святого лазаря на сенях набережная палата с сенями было местом для приемов встреч с послами и торжественных случаев известно что гораздо позднее княжеский терем был расписан фресками великим феофаном греком были ли подобные фрески при евдокии мы не знаем вокруг дворца терема располагались кроме церковных построек и монастырских подворий многие дома жителей кремля в непосредственной близости селились родственники князи и княгини члены великокняжеской семьи ведь некоторые из них по праву наследования могли претендовать на ярлык великого княжения бывало что терема удельных князей не уступали по размерам дому великого князя подаль стояли дома бояр служивших князю верою и правдою одним из важных строений был двор митрополита московского на тот момент им был святитель алексей далее жили москвичи попроще а за кремлевской стеной тем более сама новая белокаменная стена кремля не была непрерывной оставались участки не скрытые камнем но плотно заделанные деревом территория самого кремля разбивалась на несколько частей одна была на холме на горное здесь стояли терема князя а вторая в низине называемая как нижняя часть одежды платья подолом на подоле жили также и бояре сохранились сведения что здесь находился подольный садец митрополита алексия место у края горы называли зарубом как писал историк забелин заруб и взруб означали особое устройство береговой крутизны посредством насыпной земли огражденной бревенчатую постройку для увеличения пространства существовавшей на горной площади верхняя часть холмов переходящая к красной площади иногда называлась напольной через весь кремль от фроловских до боровицких ворот проходила знаменитая большая улица были и другие улицы носившие название по направлению движения от соборной площади к никольским воротам никольская по подолу возле кремлевских стен шла проезжая улица от церкви иоанна лествичника к чудовому монастырю складывалась еще одна известная площадь кремля ивановская именно правление дмитрия донского дало новый толчок для быстрого расширения московского посада постепенно его территория становится больше нежели площадь самого кремля который ширился в напольную сторону красной площади начало роста поздней территории китай города и затем белого города было заложено в это время хотя в 1368 году во время нашествия князя литовского альгерда на москву по лицевому летописному своду 16 века князь же великий дмитрий иванович повелел сжечь под москвою посад а сам затворился в городе этот маневр позволил ему отогнать войско альгерда от москвы после нескольких дней осады конечно же большинство улиц кремля были замощены в те времена деревом существовали в укрепленном граде административно-служебные постройки часть из них располагалась башнях крепости которые таким образом использовались мирных целях были в кремлевском пространстве приемные покои и тюрьмы и рыночные сооружения для торговли в этом многолюдном и многоликом городе и жила княгиня евдокия столицы которая могла бы конкурировать со многими европейскими если бы ее развитие не тормозило трудное бремя владычества орды новая счастливая семья не могла оставаться без потомства и действительно семейство стало пополняться детьми да какими мальчиков княгиня евдокия рожала одного за другим как на подбор дети первенцы как мы уже говорили когда брак с московским князем дмитрием ивановичем состоялся а случилось это в году 1366 невесте евдокии было всего 13 а жениху 16 лет жили они счастлива и детей у них было много правда не все они рождались крепкими и здоровыми но зато это были мальчики наследники с первенцем например супругам не повезло появившийся на свет спустя три года после свадьбы даниил назван честь князя московского и как предполагается был крещен преподобным сергием радонежским быстро скончался зато 2 3 сыновья василий и юрий георгий составили славу русской истории почти через год после свадьбы в 1367 году молодой муж можно сказать подарил жене новый каменный кремль взгоревший дотла от неожиданного пожара москве крепость была на славу благодаря ей москвичи смогли сдержать два последовавших набега со стороны литовцев такого рода укрепления давала защитникам больше надежды а князю уверенности в завтрашнем дне москва стала одним из образцов того как надо было выстраивать государственные дела как прочим примером для тех кого волновал вопрос как скреплять семейные узы любящего душа в теле любимого двое таких носят в двух телах единую душу и 1 обоих добродетельная жизнь также димитрий имел жену и жили они в целомудрии этими словами описывает современный брак ставший образцовым для многих поколений княжеского рода семьи в те времена бывали большими чем больше детей тем вероятнее что не прервется рот останутся достойные наследники мы уже говорили о том что княжеских родословных составленных сегодня исследователями есть много белых пятен пропусков и даже неточностей на самом деле имена детей и внуков представляют большой интерес бывает и так что по прошествии времени в трудах ученых появляются новые родственники князей или даже меняются их имена еще труднее с боярскими родословными тут непочатый край работы требуется тщательная проработка документов различных договоров или грамот где могут упоминаться эти исторические лица а затем сверки с уже известными фактами чтобы определить какую-то канву в каждой биографии или людские связи относительно семьи великого князя московского дмитрия ивановича донского и евдокии дмитриевны суздальской дело обстоит намного удачнее почти все наследники нам известны по дошедшим до нас письменным источником всего у них было 12 детей включая девочек которые с точки зрения наследства как мы помним не брались в счет некоторые из отпрысков быстро умирали а на момент составления князем дмитрием окончательного варианта завещания сыновей оставалось лишь пятеро и так составим список мальчиков которых родила своему мужу великая княгиня евдокия первенец даниил родился в 1369 году или в 1370 году прожил два года второй сын ставший затем старшим по праву наследования василий родился в 1371 году затем юрий 1374 года он был третьим сыном в семье евдокии и дмитрия но на момент составления завещания стал вторым по праву наследования его часто называли георгием или юрги после него семён скончался 1379 году будучи определен как дитя за ним иван 1378 1393 годы принявший монашестве имя иосов еще один сын андрей 1382 года прожил долгую жизнь до 1432 года стал удельным князем мажайским и основателем рода мажайских князей и затем петр 1385 1428 год будущий князь дмитровский и затем углицкий за четыре дня до кончины мужа 1389 год евдокия дмитриевна родила ему еще одного сына константина но отец не успел включить его завещание отметив лишь до этого а даст ми бог сына и княгиня моя поделить его возьмя по части у больше его братья константин дожил до 1433 года стал князем углицким о некоторых сыновьях можно было бы написать отдельные книги мы же ограничимся здесь лишь некоторыми дополнительными сведениями которые могут нам в чем-то помочь для дальнейшего повествования о житии их матушки василий дмитриевич рожден был зимой 1371 года ты за именитым покровителем отрока стал святой василий великий память которого отмечается как раз 1 января все даты даны по старому стилю есть летописи которые вообще относят его рождение на 1 января день в день в дальнейшем князь василий поместил на свою печать лик святого василия под которым можно было прочитать подпись васил крестил новоявленного василия преподобный сергий радонежский детство его проходила под внимательным наблюдением матери в москве он был живым свидетелем всех основных событий 1370 начала 1380 году и все было бы хорошо в особенности связи с тем что по старшинству он становился наследником великокняжеского престола если бы не произошло ужасное для биографии отрока события в 1383 году великокняжеские родители были вынуждены отправить своего сына ворду непосредственно к хану тактамышу в качестве заложника за обещание выплатить положенную дань 8000 рублей серебром можно представить себе переживания и слезы матерью связи с такими жизненными обстоятельствами но ничего поделать было нельзя иначе это могло грозить даже смертью формально это было подано так что необходимо было тяжба о великом княжении юные княжеч оторвавшись от материнского попечения совершил путешествие через владимир по течению рек клязьмы и волги вернется в москву он уже зрелым юношей через четыре года и выпадет ему не только много опасностей но и немало приключений вплоть до путешествий в разные дальние края подобными поездками по миру никто из его ближайших родственников похвастать бы не смог подробности о том как он выживал в орде фактически нет да и он не любил об этом вспоминать однако обходились с ним не худшим образом хан ведь желал получить свой выкуп дань ордынская эпопея закончилась для василия не выплатой долга а обыкновенным бегством вернее не совсем обычным во всяком случае 1386 году ему удалось убежать из сарая что оказалось совершенно невозможным и даже фантастичным с этим побегом связана и такая история предполагалось что он пытался сделать это дважды первый раз якобы неудачно был пойман по возвращении его при дочи тахтамыша он получил наказание как отмечено при ад зато от царя истомления вели во второй раз побег удался но внимательное чтение исторических текстов выявила удивительную вещь оказалось что княжеских отроков василиев дмитриевичей попавших в качестве заложника в орду было двое вторым тезкой являлся один из сыновей другого русского князя также заложник таким образом побег не совершался василием дважды просто два василия дмитриевича бежали почти одновременно один был пойман и получил угрожающее предостережение и наказание истомление граничащие с возможным физическим воздействием вплоть до смерти другой исчез из орды как ему это удалось говорят для того чтобы перехитрить погоню василий выбрал путь самый дальний побежал не в сторону руси а прямиком подольские земли где властвовал молдавский воевода петр из молдавского господарства он попадет к немцам пруссию и во владение великого князя литовского тогда им был витовт окажется сын дмитрия донского даже среди рыцарей тевтонского ордена то есть повидает немало есть предположение что литва фактически была конечным пунктом его путешествия так как сам побег был организован при помощи литовцев таким образом выстраивалась новая политика витов думал о будущем мечтая расширять свои земли в сторону руси да и с ордой в него все равно ничего не складывалось находясь при литовском дворе юный василий а ему уже почти исполнилось 15 лет зрелый возраст для любовного придворного романа коими славилась западная элита познакомился с дочерью витов то софьей а может его познакомили даже заранее предупредили плата за побег будущая свадьба поговаривают что между ними случилась любовь отчего они были обручены не мудрено ведь софья была девушкой шустрой совершенно не похожий на ордынских или среднерусских девиц на выданье легко скакала верхом на лошади могла до упаду танцевать на веселом перу наравне с мужчинами охотилась на лесного зверя уже тогда было ясно что такая женщина способна не просто быть женой но и управлять своем будущем доме витов то это было на руку а василий давно сам себе не принадлежавший попавший из заложников женихи мечтал только об одном вернуться наконец к родителям безопасный отчий дом в москву и был ради этого согласен на все князья ударили по рукам будущее супруга василия дмитриевича уже была назначена выбрана и приготовлена оставалось только ждать благословения родителей дмитрия ивановича евдокии дмитриевны а вот оно то как раз оказалось камнем преткновения не потому ли и свадьба василия и софья состоялась только после кончины отца василия дмитрия ивановича опытный политик и полководец дмитрий донской как будто чувствовал что влечет за собой этот брак для выстроенной им руси и слегка придерживал развития событий ведь великий князь литовский уже тогда называл себя также великим князем всей руси и благодаря браку он затем с помощью василия получит еще и смоленск со всеми землями этого княжества оторвав его от общерусской московской пуповины но мы забегаем вперед повествование об этом подробнее чуть позже однако литовские позывы на династическое породнение с русью в это время уже проявлялись и даже помимо василия еще в 1300 восемьдесят четвертом году предполагалась свадьба литовского князя ягайло с одной из дочерей дмитрия донского и евдокии великому князю дмитрию ивановичу дочь свою за него дате а ему великому князю ягайло выйти в их воле и креститесь православную веру и христианство свое объявите во все люди гласит документ поразительно но и тогда фигурировало имя софьи правда другой из московского семейства той самой софи что выйдет потом замуж за одного из сыновей великого князя рязанского так как женитьба ягайло на православной не состоялась а в результате год спустя наметился брак ягайло с польской королевой ядвигой 1386 году когда василий дмитриевич бежал из ордынского плена был подписан акт знаменитая польско-литовская уния ягайло стал королем принял католическую веру и сыграл свадьбу с ядвигой началась новая совсем другая страница литовской истории восточная европа и всея русь окончательно раздвоились на католиков и православных именно в этот самый момент и появился здесь беглец из орды василий и обручился софий витовной только в 1387 году дмитрий донской направит полоцк депутацию из старейших бояр московских чтобы организовать встречу возвращающегося на родину сына заложники беглец наследник и жених он въезжал через кремлевские ворота к себе домой уже зрелым мужем политиком и совершенно погрязшим в обязательствах и интригах человеком до вступления его на великокняжеский престол оставалось всего два лета вторым сыном как мы уже говорили был юрий георгий он родился в 1374 году волею судеб в любимом и дорогом евдокии городе переославле причем в день ее рождения более подробно его судьбе мы расскажем позднее так как его жизнь окажется весьма важной для раскрытия перепитий дальнейшей биографии самой евдокии прямо перед отъездом старшего василия в орду родился его брат андрей это означало что кроме княжича юрия появился еще один потенциальный наследник который может исполнить свой семейный долг при любых обстоятельствах крещен он был игуменом федором симоновским а будущем андрей дмитриевич станет последовательным соратником старшего брата василия чтобы можно было понять почему каждый вновь родившийся брат становился не только потенциальным наследником но и возможным противником брата старшего необходимо разобраться в том какое наследственное право господствовала тогда на руси то было так называемое а лествичное право еще в киевской руси существовал принцип наследования княжеской власти которые позднее и назвали лествичным очень удачно здесь использовалось старинное слово а лествица означающая лестница а словно следуя по ступеням этой княжеской родословной лестницы менялись правители государства вот как эта лестница власти выглядела последовательности наследия речь идет только об особах как тогда говорили мужеского пола по смерти отца правил старший сын по его смерти братья причем от старшего к младшему при их кончине или их отсутствию к власти приходили дети старшего сына старшего брата при их отсутствие правили дети последующих братьев далее властвовали внуки или правнуки причем в той же очередности частью данного правила было важное положение о том что потомки чьи отцы умирали так и не получив княжеского престола уже не участвовали в листвице то есть окончательно теряли право наследования но они не исчезали у многоступенчатой системе государства получали города и земли в виде уделов хотя некоторые из таких потомков могли потерять даже свои невеликие владения а лестничное право действовало не только на общегосударственном уровне но и в каждом отдельно взятому деле это был многогранный и особенный закон об устройство жизни который способствовал обновлению власти и ее укреплению при этом происходили частые переезды князей с их двором и войском из одного княжества в другое немного изменилась традиция после распада киевской руси на княжество особенно после того как русь попала в зависимость от орды уже в 13 столетии появляется разновидность лестничного права удельное княжение без изменения городов и места жительства княжеского двора для великого же княжения требовался ярлык от ордынского хана при лестничном праве существовала жесткая система наследования власти так как удельные князья были ближайшими родственниками великого князя а это способствовало большему почитанию и уважению их со стороны бояр и простого люда пока василий был плену в семье великого князя московского появился на свет очередной мальчик княгиня евдокия родила петра крестил его преподобный сергий радонежский петр к счастью также выживает и сыграет свою роль будущих княжеских междоусобицах жив тогда еще был затем рано ушедший из жизни иван дмитриевич которого называли странным из-за чего можно предположить что он вероятно родился не очень полноценным в умственном психологическом развитии возможно он нуждался в постоянной опеки известно также что он ушел монастырь принял иноческое имя иосаф и скончался в духовной обители 1393 году изображение царевича иосафа на столбе у алтарной преграды в успенском соборе на городке звенигороде созданная преподобным андреем рублевым видимо связано с желанием устроителя храма князя юрия дмитриевича оставить память о брате и его небесном покровителе четырех дочерей евдокии звали так уже упомянутой ими софия с 1387 года супруга князя федора ольговича рязанского мария 1394 году вышла замуж за князя семена ольгердовича анастасия в 1397 году на ней женился князь иван всеволодович холмский и она родилась 1387 году или 1388 году стала позднее женой служившего при москве литовского князя юрия патрикеевича из гедеминовичей как мы уже говорили самого младшего сына константина князь дмитрий донской увидит только в 1389 году в пеленках то есть он все-таки узнает о его рождении хотя уже не успеет внести никаких исправлений свое завещание связанных с его именем потому можно предположить что последние дни или даже месяцы перед кончиной великий князь находился в некотором болезненном и даже не дееспособном состоянии княгиня же при этом не только ухаживала за мужем но и успела родить сына не по традиции крестили константина не духовные лица как прежних сыновей а мирские брат князь василий дмитриевич и жена последнего тысяцкого вельяминова мария другие же сыновья уже были приготовлены к тому что произойдет некоторое деление наследства и возможно изменения в жизни русского государства далее я най